День урожая – обязательная часть завершения сельскохозяйственного года для многих агропредприятий Славянского района. Вот и общество с ограниченной ответственностью «Кубань» поблагодарило своих тружеников за хорошие результаты работы в прошедшем нелёгком сезоне. Агрофирма «Кубань» является одним из успешных сельхозпредприятий Славянского района. На праздничное собрание, посвящённое окончанию сельскохозяйственного года, весь коллектив, а это порядка 200 человек, собрались в Доме культуры протокского сельского поселения, на землях которого и расположено предприятие. По традиции директор фирмы зачитал доклад, в котором отметил основные победы и сложности ушедшего года. Нетипичная сухая погода и связанные с этим проблемы уже в начале лета дали понять, что урожай одной из ведущих здесь культур – сои – будет низким. Но опыт и профессиональная интуиция коллектива позволили улучшить планируемый результат и стать вторыми в районе по урожайности, подчеркнул Евгений Ковальчук. Профессиональный экзамен сдан. Сдан благодаря тому, что мы с вами, команда профессионалов, умевших в сложных условиях повлиять на результат. Из положительных моментов предприятие признано лучшим в районе по урожайности пшеницы. Если для сои погода 2018 года была некомфортной, то о рисе такого сказать нельзя. Его средняя урожайность по предприятию составила 73,6 центнеразгектара. Второе отделение фирмы впервые в истории предприятия показало рекордную урожайность белого зерна – 83 центнеразгектара в бункерном весе. Работники отделения довольны своим результатом и считают, что их победа – результат общей политики предприятия. Способство, хорошее руководство помогало в этом. Техника новая закупалась, это тоже немаловажно. В целом год прошёл хорошо. За весомый вклад в общерайонный каравай тружеников Кубани поблагодарил заместитель начальника управления сельского хозяйства района Александр Лосенков. В целом по району было собрано свыше 500 тысяч тонн зерна. Из них 146 тысяч тонн – это группа зерновых и лосковых зерновоков и летняя уборка. Более 914 тонн риса вклад вашего хозяйства составляет 8% от общего объёма. Это значительный вклад. Залог положительных результатов фирмы не только в погоде, но и в соблюдении технологий, а также использовании урожайных сортов кубанской селекции. И, конечно же, в профессионализме работников, от которых зависит не только выращивание сортовского зерна, но и успешная его уборка. Труд работников на предприятии ценят, оттого и уровень зарплат тут один из самых высоких среди рисосеющих предприятий района. Потому губительной для любого предприятия текучки кадров здесь нет. Передовиков предприятия по традиции наградили почётными грамотами и премиями. И это достойное завершение сельскохозяйственного года, считает коллектив. Жатва была очень тяжёлая в этом году. У нас много было полёгшего риса, так что можно было и больше накосить. Привлекались другие силы, конечно. Техника немножко, это самое, было тяжело технике. Ну ничего, с помощью руководства нашего Чуткого, с помощью механиков, агрономов, управляющих, инженеров, спасибо им. Всё было вовремя. И давали нам накосить, и давали, во-вторых, нам давали запчасти вовремя, давали себе. Ну, приятно, конечно, быть впереди. Концерт творческого объединения из Краснодара – это ещё один подарок, который пришёлся по душе работникам хозяйства. Солнце моё взглянули на небо, но я вовремя отчетность в бумагах, и если есть порог, дай огня, вот так. Мария Клеймова, Георгий Калинин, программа «События».